Всем привет! С вами Артем и компания Система. И сегодня мы разберем очень интересный вопрос. Плуг или дискатор? Пахать или дисковать? Вопрос очень интересный и очень актуальный, особенно для начинающих фермеров. Потому что сейчас на рынке очень много разных орудий для обработки почвы. Тех же самых плугов несколько видов, дискаторов несколько видов. И какой все-таки выбрать? И что выбрать? Ну вопрос в принципе сложный, давайте на него отвечать. Сейчас я вам все про это расскажу. И начнем с самого простого, самого популярного и самого всеми любимого орудия. Это плуг. Углубляться, как он работает, из чего состоит, какой у него принцип и так далее. Это я не буду сейчас ничего говорить, как бы видео не про это. Просто скажу, что плуг состоит из рамы. На ней стоят стойки и на каждой стойке рабочий орган, так называемый корпус. Чем больше корпусов, тем больше ширина захвата, соответственно, большей мощности трактор требуется. Вариантов исполнения может быть множество. Тут и отвальный, и перьевой, полувинтовой, винтовой и так далее. Все зависит от типа почвы и от культуры, который будет высаживаться. Но неизменно одно. Плуг переворачивает пласт земли. То есть, меняет местами верхний и нижний слой. Ну, проще говоря, когда проходит плуг, он просто переворачивает землю на глубину до 25 сантиметров. При этом мы получаем сразу несколько преимуществ. Например, слой земли перемешивается как на глубину, так и в ширину, хорошо насыщаясь кислородом. Далее, во время работы плуга из верхнего слоя почвы удаляются не только сорняки, но и различные вредители бактерии. Также мы получаем рыхление грунта, перемешивание, подрезание и заделку растительных остатков и удобрений. Но и не забываем про минусы. После обработки плуга, нижние слои земли, почвы, могут пересушиваться из-за выветривания влаги. Это особенно опасно в тех районах, где земля изначально сухая, ну как бы пересушенная, в общем, в засушливых районах. Также надо учитывать, что работа с плугом требует гораздо большее количество времени. Естественно, при этом растут расходы на топливо, ну и на все остальное. Но все равно, из года в год фермеры делают ставку на старый добрый плуг. И уже в этом году это подтвердилось, так как у нас были поставки различных плугов разной комплектации в абсолютно разные регионы нашей страны. Поэтому плуг, он всегда будет оставаться популярным. Далее у нас идет дискатор, или как его еще называют, дисковая барана. Тут тоже не буду особо углубляться в принцип работы. Просто скажу, что дискатор состоит из рамы, на которой закреплены ряды со стойками. И уже на эти стойки крепятся диски. При контакте с грунтом диски начинают крутиться, под действием веса рамы они углубляются в почву, начиная ее разрыхлять. Параллельно с этим происходит разрезание и измельчение оставшихся растений и сорняков. Такие бороны могут быть двух-, трех-, четырехрядные и с шириной захвата до 8 метров. В чем главное отличие от плуга? Основное, это меньшая глубина обработки, всего 15 сантиметров против 25 у плуга. То есть, с помощью дискатора мы проводим поверхностную обработку почвы. За это их любят те, кто занимается минимальной обработкой почвы, ноутил. Кроме того, устройства дисковой бараны способствуют меньшей нагрузке на трактор и на его сцепное устройство, что в свою очередь увеличивает ресурс самого трактора и, естественно, сокращает потребление топлива. Основное предназначение дисковой бараны, это обработка земли перед или после вспашки. То есть, в первом случае, облегчаем работу тому же самому плугу. Во втором случае, подготавливаем почву к посевной или вносим удобрения. Плуг прошелся, оставил большие комья. Мы зацепили дискатор, все разровняли, раскрошили. Сорняки подрезали, перемешали и можно сеять. Ну а я хотел напомнить, что эффективность сельскохозяйственного производства зависит от правильности выбора плуга или дискатора под конкретные условия и задачи. И с этим вопросом вы можете спокойно обращаться к нам в компанию «Система». Мы вам подберем любое орудие для обработки почвы и, в принципе, решения любых ваших задач. Ну а с вами был Артем и компания «Система». Всем пока!